Серия поединков как первого, так и второго соревновательного дня оказалась насыщенной. На ринге опытные спортсмены, многие бойцы с приличным багажом медалей. Высокий уровень их физической подготовки – это, конечно же, результат службы в погранвойсках. Порядка ста спортсменов, представляющих сборные команды территориальных органов пограничной службы Республики Беларусь, собрались на чемпионате с серьезным намерением – победить. Павел Боровой, военнослужащий войсковой части 21-87 – не исключение. Молодой человек, мастер спорта Республики Беларусь по рукопашному бою, не раз выступал на международных соревнованиях. Рукопашным боем я занимаюсь уже лет шесть. До этого занимался боксом, пришел в рукопашный бой из бокса. К соревнованиям готовился около месяца. Командование части предоставило возможность подготовиться к данным соревнованиям, организовало сборы нам. Уровень данных соревнований высокий. Всегда приезжают хорошие спортсмены, как правило, несколько мастеров спорта, кандидатов к мастеру спорта, ну и разрядники. Уровень соревнований высокий, бои все были тяжелые. Достаточно высокий уровень тренерско-преподавательского состава, который работает с данными сотрудниками органов пограничной службы. Также хотелось бы отметить высокий уровень подготовленности сотрудников, которые прибыли на чемпионат. Целью данного чемпионата является отбор спортсменов на соревнования более высокого уровня, как на чемпионат органов пограничной службы, так и на чемпионат БФСО «Динамо». Владение техникой рукопашного боя – важная составляющая военной подготовки солдат, людей, которые гордо носят погоны и защищают нашу Родину. А потому упорная работа, совершенствование навыков борьбы – задача из главных. Судя по тому, насколько жесткой была конкуренция между участниками соревнований, сомневаться не приходится. Бойцы серьезно подходят к делу. Бессменными лидерами на соревнованиях являются брестские пограничники. Из года в год им удается подтверждать звание сильнейших. Брестские спортсмены – это традиционно в погранвойсках занимают первые места. Обычно, потому что основная база подготовки республики находится в Бресте по погранвойскам. И сборы подготовки к международным соревнованиям и к эспребукамским среди ведомств проводятся здесь, на Брестской земле. Ну и, собственно, школа Брестской рукопашного боя и в других силовых структурах она существовала и существует. Нынешний чемпионат не стал исключением для брестских пограничников в своей весовой категории. В личном зачете первыми по итогам всех поединков стали четверо военнослужащих Брестской краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского. Среди них и Павел Боровой. В командном зачете бесспорный лидер сборной войсковой части 21-87. Брестские пограничники в очередной раз заявили о себе как о сильных спортсменах и серьезных соперниках. Субтитры создавал DimaTorzok